Жители Аркадийского дворца Перекрытие Генуэской – шаг на упреждение, говорят участники акции. Они не верят, что избиение в минувшую среду их единомышленника будет расследовано должным образом. И уверяют, инцидент стал ответом оппонентов на отмену газскому разрешению на реконструкцию злосчастного паркинга по адресу Гагаринское плато 5-4. Нашего активиста Карена Питаяна, чьи машины находятся в паркинге, в собственности его паркоместа, зверски избили среди бела дня три человека с кастетами, сняты камеры видеонаблюдения. Скажите, известно, кто это? Когда его начали бить, ему сказали, что это тебе за паркинг. Это сосед ваш? Это сосед мой. А вы жители Аркадийского, да? Так по интервью можно дать? Как считаете, почему вот это произошло? Запугивают нас. Запугивают сегодня они, завтра какие-то дети наши. Чего добиться хотят они? Какие-то внуки. Чего они добиться хотят? Они хотят забрать у нас кусок земли, построить неизвестно что. Вы житель дворца? Да. Какая квартира? Без квартир. Без квартир. Без квартир могут быть проплаченные люди. Извините, извините, пожалуйста, мы собственники, но мы не хотели бы быть на телевизор. А почему вы не хотели бы? Извините, пожалуйста. Спасибо. Участники перекрытия Генуэской верят, что подобные акции вынудят мэра публично озвучить позицию в данном конфликте. Он очень занятой человек, я понимаю, у него квасовая война, у него вендета с кадргруппом, ему не до нас. Просто пусть пришлет смс-ку. Люди, жители Аркадийского дворца, мне на вас наплевать, все мы будем знать. Значит, надо звонить куда-то дальше, в Киев, все куда-то. Вот так стоять будете жить. Да вы не имеете права меня здесь держать. Да мы не имеем, вы сами себе держите. Не, ну я буду ехать. Давай езжай. Акция на Генуэской длилась около часа. Завершилась без потасовок и кровопролития. Начальник Шевченковского РУВД сказал, что будет говорить с генералом, с начальником управления и постарается сделать все для того, чтобы это дело было на контроле. По факту нападения на одного из владельцев апартаментов в Аркадийском дворце полиция открыла уголовное производство. Таким образом, конфликт вокруг паркинга элитного жилого комплекса получил продолжение. В ближайшем будущем мы попытаемся получить комментарий самого пострадавшего. За развитием ситуации будут следить Иван Леонтьев, Игорь Максименко и Думская ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова